Всем привет! Как вы, наверное, уже знаете, у ChatGPT появилась новая функция и зрение, Vision. Работает она примерно следующим образом. Вы выбираете модель GPT-4, потому что только у этой модели есть мультимодальность, то есть возможность общаться не только посредством текстового ввода, но и изображений. Вы делаете фото и спрашиваете у ChatGPT, например, что ты видишь? И вот он отвечает. На фотографии изображена деревянная скамейка на фоне каменного забора, обросшего растениями. По всему кажется, что недавно шел дождь, на скамейке и земле видны капли воды, а также свежие листья, которые обычно падают во время дождя. Скамейка стоит в парковой или садовой зоне с пышной зеленью и пальмами, создавая спокойную и уединенную атмосферу. Как видите, ИИ совершенно прав. Я сейчас нахожусь в парке в Джорджтауне, Малайзия. Недавно прошел дождь, потому что к нам пришел муссон. Но речь не об этом я решил провести стресс-тест. Новые функции ИИ зрения в полевых условиях. И забегая вперед, я скажу, что я обнаружил очень странный баг во время этого теста. И сейчас я расскажу вам, как это было. Я решил протестировать OpenAiVision так, как его еще никто не тестировал. Для этого мне понадобится Android-приложение ChatGPT, камера смартфона и знаменитая галерея уличной живописи в Джорджтауне, Малайзии. Да, я собираюсь показать ИИ стрит-арт. Посмотрим, готовили ли его к такому разработчике. И сможет ли нейросеть адаптироваться к такому необычному визуальному воду и правильно его проанализировать. Поехали. Охота на граффити. С этой целью многие туристы приходят на эту улицу Джорджтауна. Но вряд ли кто-то пробовал использовать при этом ИИ. Сначала я должен найти хотя бы несколько рисунков, спрятанных где-то здесь. Вот я нашел первый из них. Вот эту кошку выглядит как живая. Пора испытать ИИ зрение. Я делаю фото в приложении и спрашиваю, что ты видишь? Так, изображение улицы или двора. Картина кошки. Также есть указатель на The Ghost House. А вас Ада Ханту. Осторожно, здесь призраки. Ничего себе, это превышло мои ожидания. Я сам не сразу заметил этот дом привидений. Не на индонезийском, на малайском. Но спутать эти два языка простительно. Они очень похожи. Ладно, буду искать еще. Здесь в двух шагах нашлась еще одно граффити. Что ты видишь? Человек тянется к чему-то сверху. Рядом с изображением растения и металлическая рулета пойдет. Рядом есть другое забавное граффити. Парень с фотоаппаратом в каком-то стимпанк стиле. Что ты видишь? Граффити мальчика в шляпе, фотоаппарат со вспышкой. В витрина магазинов, в которой различные продукты и блюда. А ну-ка, какие блюда есть на витрине? Мигуренбамак. Да, верно. Здесь у нас местная лапша. Масаклимак. Нет, здесь и ошибся. Масаклимак это карри из курицы в кокосовом молоке. А на витрине я вижу насилимак это рис с курицей. То есть получается, что если ИИ не может прочитать название, то он строит догадку на основании контекста. Интересно. Вот смотрите. Название предполагает, что это малайский или юго-восточно-азиатский ресторан. А, да ты просто Шерлок Холмс. О, вот это мощно. Что ты видишь? Изображены лица мужчины и женщины, но тут все ясно. Идем дальше. Что ты видишь? Граффити на стене, разноцветный алмаз с крыльями, подпись Flying Diamond. Здесь, похоже, граффити закончились. Идем дальше. Так, я заметил еще как минимум два вон там через улицу. Сейчас подойду поближе. Что ты видишь? Стена голубого цвета с нарисованными персонажами на ней. Мотоцикл и магазин с игрушками. Адрес Пинак. Слушай, а какие персонажи нарисованы на стене? Маленькие анимированные персонажи. Может он имел в виду аниме. Но тут он хотя бы сказал, что трудно различить из-за размытости изображения. Продолжаю поиски. Набрел на площадь. Тут есть храм. Иду дальше. Граффити пока не видно, но место очень интересное. О, я нашел. Еще один. Кошка в цветном круге. Что ты видишь? Картинка с кругами разных цветов. Изображение кошки. Здесь много людей охотится на граффити. В основном местное. Но иностранцев тоже хватает. Я только что слышал, даже по-русски кто-то разговаривал. О, а вот это очень известный рисунок. В 3D стиле. Нарисованы дети, которые сидят на велосипеде. А велосипед настоящий. Так, что ты видишь? На рисунке изображены два мальчика, ведущих на велосипеде. Рядом с рисунком стоит настоящий велосипед. Супер! Я собирался задать вопрос, какая часть граффити нарисована, а какая настоящая. Но и сам указал на это. Впечатляет. А тут у нас монументальная живопись, можно сказать. Что ты видишь? Двое пожилых людей. Один держит трубку, другой курит. Он не курит там, по-моему, просто краска расплылась и выглядит как дым. Оба выглядят как ремесленники или рыбаки. На правой стороне мурала есть подпись или авторство художника. Какая подпись? Подпись гласить И.П.Ю.Чонг – это вероятное имя художника. Он известен своими уличными рисунками в Малайзии. Стоп, подожди, там другое совсем имя написано. Там написано «Бай Чан Кай Лун». Вот кто на самом деле нарисовал это граффити. Подождите, вам не кажется странным, что нейросеть уже второй раз пытается меня надуть? Первый раз она сказала, что на витрине ресторана кайри с курицей, когда на самом деле это рис с курицей. Ну ладно, с кем не бывает. Но сейчас искусственный интеллект называет имя художника, тогда как в действительности на картине написано совершенно другое имя. И знаете, что самое интересное? Я проверил, есть ли такой художник, имя которого назвал Ча Джи Пити. Да, И.П.Ю.Чонг – это известный мастер уличной живописи из Сингапура. Он действительно создавал стрейт-арт в Малайзии, здесь, в Джоштауне. И я даже видел одну из его картин. Вот она на старом причале. То есть это был не просто технический сбой. И.И. назвал имя не случайно. Он принял решение найти художника, который с наибольшей вероятностью мог быть автором рисунка на моем фото. И.И. хранит всю доступную ему информацию в виде векторов. Это многомерное цифровое пространство, в котором все данные связаны между собой. Скажем, все данные, связанные с определенным местом, таким как Малайзия, и с определенным предметом, таким как стрит-арт, в этом векторном пространстве будут находиться ближе друг к другу. Но это только одна деталь пазла. Я предоставил чат GPT одно единственное фото. Я ничего не сказал ему о том, где это место находится. Как.И. понял, что это в Малайзии. Есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый. Модель уже видела это фото. И в датасети были данные о том, где это место находится. Второй. Анализируя диалог со мной, чат GPT принимал во внимание историю наших предыдущих диалогов. Помните, на основании другого фото, которое я отправил, нейросеть догадалась по названию блюд на витрине, что фото сделано в Малайзии. Какой из вариантов вам кажется наиболее вероятным? Напишите свое мнение в комментариях. Ну и главный вопрос. Что разработчикам искусственного интеллекта делать с таким поведением? Модель делает то, ради чего ее создали. Ищет в векторном пространстве данные, которые можно объединить по каким-то общим признакам. У меня есть подозрение, что при таком подходе ИИ никогда не перестанет врать. Он просто будет делать это все более правдоподобно. В сегодняшнем примере чат GPT показал, что даже факт-чекинг не всегда может разоблачить его ложные ответы. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. До встречи в следующих эпизодах. Всем пока.